На линию наступить можно, но заступить за нее нельзя, это будет ноль сразу. Обязательный инструктаж перед началом соревнований. Вторым этапом городской спартакиады Дашкалята стали состязания по метанию предмета вдаль. Это основной вид соревнований, он идет в общий зачет спартакиады, который у нас суммируется в конце учебного года по всем видам основным. В соревнованиях по метанию предмета приняли участие 11 сборных от всех детских садов Заречного. 11-й комбинат представил две команды. Все ребята прошли подготовку и строгий отбор. Детей, прежде чем привезти на соревнования, отбирают в садике, просматривают. Естественно, детям все рассказывают, показывают, и они готовятся. В каждой команде семь мальчиков и семь девочек. У всех участников по три попытки. Выше, выше. Вспомни, как мы через жиранку бросали. Давай, и. Дальность броска во многом зависит от техники выполнения упражнения. Юные спортсмены знают множество тонкостей и готовы объяснить их всем желающим. Надо встать на левую ногу, прицелиться и кидать. Всего-то? А чтобы он далеко полетел, там сильно надо рукой замахнуться или как? Надо, если что, далеко, надо левую ногу вперед поставить, правую назад, вот так вот руку и вот так вот бросать. А бросаешь ты вверх, вперед или, там, не знаю, вбок куда-нибудь? Вверх. В зачет спартакиады пойдут по пять лучших результатов мальчиков и девочек от каждой команды. Кроме этого, судьи определят победителей в личном первенстве. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, Телерадио, компания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова